Короткие секунды зрелища стартующей ракеты, и весь многолетний труд людей исчезает, растворяясь в низкой облачности. Что дальше? Он ушел туда, потом развернулся и против ветра, и, в общем-то, прошел, будем так говорить, по острию бритвы. Конечно, самая ответственная – автоматическая посадка. Удастся ли попасть на полосу? Все, что мы ей вложили в компьютерную систему, да? Она послала их всех нафиг, то есть нас. Оскорбила, унизила. И сделала по-своему. Как? Нет слов, чтобы выразить общую радость и ликование. Результат самоотверженной работы долгих лет открывает новые горизонты. Очень многие ветераны рассказывают, что когда произвел посадку в автоматическом режиме корабль «Буран», действительно, мало кто мог сдержать слезы. И один из ветеранов говорил, что это была такая победа, как день победы у нас был. Сегодня еще трудно сказать, какие именно новые испытания выпадут на долю ее создателей, на ее долю. Сейчас мы проходим с вами самый сложный участок. Это плазм. Крент, создающийся именно так, был во время полета нашего корабля. Видеокамера стояла с левой стороны, внутренней, и снимала полет корабля. Прилетели Средиземное море. На высоте 35 километров можно было катапультироваться пилотом в будущем. На этом симуляторе в макете корабля «Буран» на ВДНХ сейчас любой желающий может посадить легендарный космический челнок на посадочную полосу с высоты 80 тысяч метров. Здесь по-настоящему можно испытать полет корабля и посадку его. Тот, чего не довелось в свое время сделать настоящим летчикам-испытателям, которые мечтали об этом. Полет был один и беспилотный. На автопилоте. В 6 утра 15 ноября 1988 года самая мощная в то время ракета «Энергия» стартовала на орбиту с многоразовым космическим кораблем «Буран». Им не управляли с земли и никто точно не мог предугадать, что произойдет дальше. Ну а ракетоплан успешно отделился от носителя, совершил два витка вокруг земли и спустя 205 минут приземлился на Байконуре, как обычный самолет. И все это в автоматическом режиме. Американские челноки такого не умели. Это был триумф советской космонавтики. Мы находимся в грузовом отсеке, размеры которой один к одному к «Бурану». 35 метров было почти так. Здесь, в этом корабле, программа была такая «Земля», «Космос-Земля». То есть доставлять в космос как военное вооружение, так и для гражданских целей. В его грузовом отсеке можно было спустить с орбиты целый модуль станции «Мир» и превратить в музейный экспонат. Он мог доставлять в космос грузы до 30 тонн. Таких возможностей не было у американского спейс-шаттла, ответом на который изначально и стала разработка системы «Энергия-Буран». Советское руководство опасалось, что многоразовые челноки США будут использоваться для звездных войн, например, чтобы снять с орбиты спутник СССР или даже нырнуть над Москвой и незаметно сбросить ядерную бомбу. Конкретно, что касается людей гражданских, например, этого никто не видел и не знал. Но то, что проходила информация, она тоже была засекречена. Да, такой момент был, когда шаттл спустился ниже положенной орбиты и пролетал над Москвой и Питером. Именно тогда вопрос правительства и поставило на тем, что необходим такой же корабль. Татьяна и Галина Титовы, дочери первого космонавта Земли, который провел на орбите целые сутки, в детстве редко проводили время с отцом. Общались очень часто просто записками. Вот один из примеров, фотография. Просто папе не на чем, некогда было даже искать кусок бумаги, на чем записать. И вот он пишет. Девочки, я уехал в Харьков. Буду числа 4-5. Папа, будьте умненькими. Все время тогда уже полковник, а затем и генерал Герман Титов проводил в командировках. Работал над секретными военными проектами, подробности которых его семья узнала только спустя десятилетия. Для тех времен это вообще была какая-то фантастическая программа. Но папа увлекся этой программой. И для этого он получил квалификацию летчика-испытателя, которым всю жизнь гордился. Практически это прообраз Бурана. Светав на орбиту, вслед за Юрием Гагариным, Герман Титов, как и другие космонавты первого набора, поступил в Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Там он впервые услышал о проекте орбитального самолета, который мог возвращаться на Землю на крыльях, а не на парашюте. А вскоре присоединился в КБ Артема Микояна к работе над многоразовым космическим истребителем, конструктором которого стал Глеб Лозин-Лозинский, в будущем один из ключевых разработчиков Бурана. Эта программа называлась «Спираль». И как раз для этой программы папа готовился, летную подготовку проходил. Конечно, изначально думали, что это будет космолет или как ракетоплан военного назначения, или разведка, или уничтожение спутников противника на орбите. К сожалению, эта программа, по всеобщему мнению научной общественности, она опередила свое время. И ее, к сожалению, закрыли. На самом деле, над маленьким космолетом Лозин-Лозинский работал и после официального закрытия программы в 70-е. Беспилотные модели «Спирали» несколько раз запускали в космос в рамках испытаний Бурана. И на борту «Челнока» предусматривали для него место. Здесь также можно было поместить любой маленький самолет типа «Спирали». Можно было его для разведывательных работ, для научных исследований. Проектировать систему начали в 76-м году. Главным разработчиком корабля стало предприятие «Молния» под началом Глеба Лозина-Лозинского, а носителя – НПО «Энергия» под руководством генерального конструктора Валентина Глушко. Эта сверхтяжелая ракета стала первой в СССР, которая использовала криогенное горючее. Двигатели первой ступени до сих пор обладают рекордными параметрами и не имеют аналогов за рубежом. У него были действительно уникальные двигатели, причем экологически чистые на всех ступенях. И оно не загрязняет природу после того, как мы пролетаем и в атмосфере, и падающие ступени, если они есть, они тоже не загрязняют нашу атмосферу. По размаху широтекой операций и объемом финансирования программа «Энергия Буран» не имела равных в истории 20 века. В разработке участвовали 86 министерств и ведомств, более тысячи предприятий, 2,5 миллиона человек. Над этим проектом работала вся страна. Он до сих пор считается самым выдающимся проектом, которое было осуществлено в нашей стране. Там же нужно было построить и новую посадочную полосу, и не одну, ну, на Байконуре. Вот, построить специально для этой мощной ракеты «Энергия» стартовую площадку. В общем, строительство было грандиозным. И ПАПу назначили главой координационной группы. Чтобы обшивка корабля выдержала диапазон температуры от минус 130 до плюс 1600 по Цельсию, была создана уникальная теплозащита из 38 тысяч кварцевых плиток. Вес одной такой плитки 200 грамм всего лишь был. Что интересно, когда из печи доставали, то верхняя часть она была горячая, а нижняя часть на ладошке лежала холодная. На Байконуре был построен кислородно-азотодобывающий завод, самая ровная и прочная в стране взлетно-посадочная полоса и еще полтора десятка запасных аэродромов в Крыму, Приморье и за пределами СССР, в том числе в Ливии и на Кубе. Для перемещения «Бурана» и блоков ракеты «Энергия» разработали самолет Ан-225, самый большой и грузоподъемный за всю историю мировой авиации. Здесь мы с вами видим вот этот грузовой отсек в раскрытном состоянии, модуль для работы корабля, который предназначался для различных работ, стыковочный модуль, что самое интересное, который в будущем планировалось, что именно через этот стыковочный модуль можно будет состыковаться со станцией «Мир». Итак, мы здесь видим с вами манипулятор, вот такой вот рукав, да, с космонавтом. У американцев, кстати, был только один такой манипулятор, у нас сделали два. Разработкой системы перемещения и маневрирования в открытом космосе занималось предприятие «Звезда». Установка позволяла человеку удаляться от корабля на расстоянии до 100 метров. «Буран» подлетает к какому-то вышедшему из строя спутнику. А ведь вы знаете, что такие сложнейшие вещи, как спутники, они иногда бывают, перестают работать за копеечной интегральной схемой. В принципе, вот эта установка, применение ее, оно бы нам позволило, если бы «Буран» был введен в эксплуатацию, оно позволило бы России сэкономить свотни миллиардов рублей для того, чтобы просто-напросто ремонтировать и вводить заново в строй вышедшие из строя спутники. Именно «Звезда» разрабатывала скафандры для «Востоков», первого выхода в открытый космос и несостоявшейся советской высадке на Луну. Но со стартом программы «Энергия Буран», ведущее предприятие страны в области создания средств спасения, экипажей получила самый сложный заказ в своей истории. Работы заняли 15 лет. Первыми начали летать на космических кораблях многоразового использования начали летать американцы. И вы, наверное, знаете, что была очень серьезная катастрофа с одним из космических челноков американских под названием «Челленджер», когда весь экипаж погиб. Так вот, наша концепция спасения, которую придумали вместе Глеб Евгеньевич Лозин-Лозинский и Гай Ильич Северин, она обеспечивала спасение пилотов нашего космического корабля «Буран» в значительно большем диапазоне скоростей и высот, чем тот диапазон, при котором погиб «Челленджер». То есть, ну, условно говоря, если бы на космическом корабле «Челленджер» стояла система спасения и стоял бы скафандр «Стриж», тот, который мы планировали применить на «Буране», то весь экипаж остался бы жив. Специально для орбитального корабля был создан комплект из катапультного кресла Ка-36РБ, то есть разгонный блок, и скафандр «Стриж». Он обязан был обеспечить спасение всех четырех пилотов даже в момент взрыва ракеты, в момент отрыва ракеты от стартового стола. Автономное пребывание в этом скафандре в разгерметизированной кабине, которую мы должны были обеспечить с помощью своего скафандра и, соответственно, СОЖ, оно равнялось 12 часов. В таком скафандре пилоты могли катапультироваться с высот до 30 километров. Уникальная система обеспечивала спасение экипажа в любой ситуации, будь то разгерметизация, проблемы с двигателем или взрыв ракеты-носителя на стартовом комплексе. Поэтому кресло было сделано таким образом, что оно не просто выстреливало космонавтов из кабины «Бурана», оно еще после этого включало специальный разгонный блок, значит, ракетный двигатель, который работал по автоматической программе и обеспечивал сложную траекторию, которая обеспечивала обход для каждого из этих пилотов, обход стартовых сооружений. Поэтому кресло К-36РБ, оно обеспечивало еще и увод пилота на расстоянии в 350 метров. И после этого ракевался парашют и обеспечивалось приземление на парашюте. Для управления «Бураном» нужен был особый сверхсекретный отряд космонавтов. Их набирали из высококлассных летчиков-испытателей. Из 500 кандидатов 90% были отсеяны на этапе медкомиссии и профессионального тестирования. Отбирались летчики-испытатели первого и второго класса. На тот период классов было в Министерстве институтной промышленности 5. В школе летчик-испытателей учились в 5 классе, принимали участие, уже были летчиками-испытателями. Выпускались в 4-м, редко в 3-м классе. И вот этот путь от 5-го до 1-го класса составлял 10 лет. То есть нужно было достаточно хорошо наработать. Заслуженный летчик-испытатель СССР, многократный рекордсмен по самолетному спорту Виктор Заболоцкий признается, что не хотел быть космонавтом. Ему нравилась испытательная работа. Но кто откажется полетать на самой совершенной технике своего времени? Вообще, вся космическая подготовка у нас сложилась из трех этапов. Это общекосмическая подготовка, когда общие читают науки. Потом подготовка в составе группы и подготовка в составе экипажей. Единственное, что смущало, это то, что мы прекрасно знали, как набирали первых космонавтов и как их списывали по медицине совершенно неожиданно. Находили какие-то там валячки и прочее. И вдруг тебя спишут по нелетной по какой-то причине. А летно-испытательная работа она подразумевает то, что это творческая достаточно работа совместно с конструкторами, с ведущими инженерами. В следующие полтора десятилетия такой творческой и очень опасной работой у членов отряда было хоть добавляй. Неофициально их прозвали «Волчья стая» по фамилии командира Игоря Волка. Чтобы проверить, может ли он управлять бураном, ему устроили суровое испытание. В 1984-м отправили в космос на кораблесоюз, а через 12 суток по возвращении сразу из капсулы попросили взяться за штурвал самолета. На протяжении 15 лет летали каждый день мы приходили в медицинскую комнату и надевали кардиопояса и этот Холтов, который был у нас, и он у нас писал все наши параметры. Это были не просто тренировки. Будущие пилоты «Бурана» должны были обучить бортовой вычислительный комплекс корабля действовать без участия человека. Головной мозг «Бурана» это тысячи и тысячи точек, которые мы должны были отработать. ветер отсюда, ветер оттуда, так, где так, выше, ниже. Это целая система алгоритмов, которые мы сажали в мозг бисеров. Бисер, их было четыре штуки на борту. Бисеры это ну вот такие тумбочки, четыре бисера. И мы должны были научить их. В мире еще не было этого. Испытательная работа была настолько опасной, что даже всерьез заговорили о каком-то злом Роке, волчью стаю, словно преследовали смерти и катастрофы. Еще до первого полета «Бурана» отряд лишился нескольких опытных специалистов. Из-за этого запуск в 88-м году решили сделать автоматическим. � подобное Красиво? Потом одевается вот шлем. Ого, тяжелый. Тяжелый. Видела? Ох. Это «Собород» маска. Она соединяется к самолету. И случай катапультированный тоже системой работает. Из ныне живущих пилотов ракета «Плана» только он до сих пор поднимается в небо. В летной биографии героя России генерал-майора Магомеда Толбоева 17 аварий, несколько серьезных травм. В 2017 году целый месяц, июль-август, прошел подготовку, то есть отбор «Звездный городок». Но меня отчислили в конце уже решением главного хирурга ВВС СССР за травму спины, потому что до этого я катапультировался с МиГ-15. После этого мне просто так сказали, тебе в космос нельзя, потому что ресурса не хватит. Ну, я пробился вот через Минавиапром, МАП, летчик-испытатель, школу летчиков-испытателей. В 80-м году, 6 апреля я сюда приехал. Вот с тех пор летаю и работаю. В 83-м году он добился зачисления в отряд пилотов «Бурана» в составе второго набора и прошел все положенные испытания в Институте медико-биологических проблем. Знаете, я там с одной обезьянной познакомился, мы вместе проходили, параллельно. Ну, одинаковые вещи делали нам, все положено. Я думал, если полечу, возьму ее с собой. Паритмилотом. Для отработки алгоритмов будущего орбитального полета, который закладывали программисты, летчики-испытатели подбирали разные типы самолетов. Мы же, допустим, не можем загнать ТУ-154 на высоту 17 километров. Он там не летает. Но с 10 это действительно можно было делать. БТС-002, который с двигателями, он летал всего с 4 километров. И выполнял нижний этап. Эти самолеты были препарированы. То есть они не совсем соответствовали тем, которым серийным машинам. И там в каждой машине были отдельные элементы вот этого Бурана. То, что было заложено в самой вот этой птичке. Каждый самолет соответствовал, так сказать, определенным условиям. И фактически это был пазл, из которого складывался весь этот процесс нижнего этапа атмосферного, этапа полета Бурана. И в конечном итоге вылился в то, что когда Буран слетал, он выполнил эти маневры. Правда, он напугал очень здорово нас всех. Сейчас нам навстречу летит МиГ-25, управляемый летчиком-испытателем Магомедом Толбоевым. Он летел вместе с видеооператором. Фотографировали, снимали, сопровождали корабль с правой стороны. И под нами сейчас аэродром «Юбилейный», на который корабль должен садиться. Но послушайте, что сейчас произойдет. Автоматическое изменение проектов и пассати в связи с плохими нейтрологическими условиями. Это как раз та самая ситуация, когда корабль ушел от встречного ветра. Корабль сделал разворот на 180 градусов и сел с другой стороны аэродрома «Юбилейного». Автоматика корабля совершила маневр, который не рискнул бы ни один опытный пилот. Делай товар справа. Вот полоса. Мы идем нормально. Встретились. Все. Я зашел в хвост. Идем вниз. Идем, идем. И на высоте 6 тысяч метров. 6 километров. Начинается облачье. Облака были страшные. Ветер был 22 метра в секунду. Мы идем нормально. Вот полоса. Мы идем параллельно. Вот так, вот так, вот так. Должим выйти на цилиндр. Сделать. И заход. На полосу сесть. Он идет. Я за ним иду. Ну, надо же. Именно на высоте 6 тысяч, где-то 600 метров. Еще до облака не вошли. Он делает жесткий ревод поперек полосы. Я же не могу. У меня алгоритм. Я, слава богу, я сохранил его. По секундам. По доле секундам. Я продолжаю идти. Вот так. По цилиндру с этой стороны. Он, оказывается, ушел сюда и пошел с этой стороны. Обратно. Потому что он почувствовал, что ветер слишком большой. Он может не погасить энергию и промахнуться. Он идет вот так. Я иду вот так. И мы на высоте 600 метров встречаемся. Я единственным боялся, чтобы не столкнуться. А на земле паника. На земле, говорят, ведущий штурман, который вел, он говорит, мы его потеряли. А у меня в руках есть кнопка уничтожения его. Но я шел такаться. И слава богу. Все, мы сейчас посадили корабль. Идет выброс парашютов и остановка корабля. А летчик-испытатель Толбоев, пролетая мимо, помахал даже крыльями Буранов. В знак уважения и восхищения кораблю. Точность приземления машины поразила всех. Боковое отклонение от осевой линии всего 3 метра. Но, оказалось, не все разделяют ликование. Отношение к этому проекту со стороны руководства и даже, прямо скажем, Горбачева, было очень холодным. Вот Лозин Лозинский в своих основаниях пишется, когда Горбачеву доложили о том, что вот такое достижение великое, Буран, значит, в автоматическом режиме два раза обогнул Землю и сел в районе Базиканура. Он сказал, ну хорошо, ну ладно, все, точка. Следующий запуск мог состояться уже через два года, но, увы, после распада Советского Союза работы по проекту были приостановлены. А в 93-м году и вовсе прекращены. Узнали, что такое рентабельность, по крайней мере, этих космических Буран должен 15 тонн, может 15 тонн, 15 до 30 тонн даже доставлять на орбиту. А чего доставлять-то? Железо просто так. Я это сравнивал примерно так, что на Буране, ну, куда-нибудь в Рязань, на Камазе везти коробок спичек примерно вот так. Для предприятий, которые посвятили этому проекту два десятилетия, наступило сложное время. Мы искали заказчиков по всему миру, и к нам обратились французы. И конкретно обратилась фирма Дассо, которая в то время, это был 1992 год, разрабатывала, ну, в составе Европейского консорциума многоразовый космический корабль под названием Гермес. Они попросили нас адаптировать и наше катапультное кресло КА-36РБ, и наш скафандр Стриж именно для этого корабля Гермес. Но французы попросили, чтобы мы рассмотрели вопрос увеличения диапазона как скоростей, так и высот. И когда скафандр приземлился, мы на него посмотрели и увидели, ну, во-первых, что перчатки полностью сгорели, во-вторых, вот это вот надо поликарбонатное остекление, оно не потеряло своей герметичности, но оно полностью запузырилось и практически обуглилось. Выяснилось, что по своим теплозащитным свойствам и по термостойкости, грубо говоря, лучше всего это просто козлиной кожей. Вот сделали вот такой вот комбинезончик с козлиной кожей. В проекте советской многоразовой космической системы было несколько сотен новых изобретений. Часть из них используются до сих пор. Но так двигатели боковых блоков энергии нашли применение на первой ступени ракеты-носителя «Зенит». Но сама энергия осталась только на снимках и видеозаписях. Они были разобраны и использовались или для каких-то испытаний, или для вообще, иногда даже для строительства каких-то частей полигонных сооружений. Весной 2002 года тут самый, вернувшийся из космоса, ракетоплан погиб под обломками рухнувшей крыши на Бальконуре. Второй экземпляр, он находится в собственности Казахстана, так никогда и не взлетел. Самолет, аналог «Бурана» для отработки посадки корабля, оказался в частном музее в Германии. И только полноразмерные макеты напоминают о вершине космических достижений Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова